А что это случилось? Мы говорим, что да, ну вправо я точно Почему именно сейчас ты говоришь, мы никогда не говорим ни одному человеку Просто так, ничего, кроме на улице Здравствуйте, пока я на него И то есть чувство нежности Зачем мы Рассказываем именно сейчас этому другу Либо у него что-то случилось, либо Твоя девушка, например, хочет выйти замуж И она тут начинает понять тебя вообще с ним Ну я вообще хочу получить ответы Вообще получить ответы Это знаешь, почему именно сейчас ты хочешь получить ответы Почему ты не хочешь сейчас пойти в ресторан поесть А потом получить ответы Почему именно сейчас тебя это беспокоило Вот что случилось, ты с ней встретилась со своей девушкой Или тебе надо решить Завтра все-таки, ты с ней встречаешься или нет Или тебя пригласить, знакомить свои родители И пойти ты для себя хочешь понять, тебе она нужна или нет Ну нужно тогда знакомиться или нет Понимаешь? Или твой друг Собрался жениться, да Тогда ты за него рад, но внутренне Тогда отсюда возникает, а я Ну смысл, знаешь, это сравнение А у меня это еще не так И вот тогда ты задумался, а как у меня И хочется понять, понимаешь? Что случилось, почему именно его ты рассказываешь Или, например, он только что расстался со своей девушкой Он в этом состоянии И тогда он тебе рассказал А ты тогда хочешь своими поделиться И заодно действительно ответить на вопрос То есть я не отменяю для его желания Но надо понять, почему именно сейчас И с ним А всегда это понятно Почему одна подружка другой подружке это рассказывает Ну хорошо Такая история, что Например, вдруг встречается с девушкой И они собираются пожениться А я до сих пор холост И вот я рассказываю эту историю Ну не очень пока логично Ну хорошо, они собираются пожениться За тебя-то чем-то это стануло Ну я бы хотел Чтобы от него услышать Чтобы он понял Тогда твой друг Для тебя авторитет в этом Потому что у него случилось все хорошо в жизни Он смог определиться У него есть какая-то целостность У него есть ключ Грубо говоря Поп Quindi Деб也可以 Вот Я тебе говорю В этом деле Он для тебя авторитет Hayato Тогда ты ему сейчас будешь рассказывать Совершенно по-другому Тогда ты будешь рассказывать ему С целью, чтоб получить совет Понимаешь? Т.е. ты будешь тогда рассказывать Как наставнику рассказывать Ну т.е. т.е. это немножечко другой сейчас будет Флер То есть ты тогда ждешь от него Что он тебе поможет Понимаешь? Тогда ты как к врачу Мы рассказывали, где у нас что болит Что почему Потому что врач нам сейчас поможет Это не так, как я рассказываю сестре, что у меня болит нога. Я ей буду по одному рассказывать, например, ныть, чтобы она просто ко мне не приставала, например, и помыла полы сама, понимаешь? Я буду рассказывать сцедовать, сцедли, что у меня нога болит. А врачу я буду рассказывать, что именно в 5 утра так, в 6 лет, а это я замечала. Но для чего? Чтобы меня вылечили. Вылечили. Понимаешь, хочу от него помощи. Это с просьбой. Поэтому буду очень позитивно рассказывать, понимаешь? А кому-то, например, тренеру по фитнесу, буду рассказывать, то же самое, что у меня болит нога, но с претензией, что какого хера ты меня заставила по всему ловит, у меня теперь все болит, отваливается, понимаешь? То есть и то же самое, тот же текст рассказываю, но совершенно с разным. Потому что от кому? Вот если мы этому человеку рассказываем, значит от него жить, он советует, с максимальным позитивом ему рассказывать тогда. Потому что тогда ты хочешь, чтобы он тебя посоветовал. Ты не знаешь, что делать, но он знает. Вот это надо держать в голове, что он знает. Как психологу рассказывать, вот такой он мне тогда рассказывает. Искренне очень. Вот сейчас тогда искренно нужно. А кому ты рассказываешь, знаешь, из серии, что с некоторым сарказмом. Ну, например, знаешь, что у него похожая ситуация, понимаешь? Он сейчас сляпается, он думает, что он такой самый умный и хвастался только что. А ты тогда ему рассказываешь, что знаешь, у меня тут. Думаешь, что я тут это, какая же похожая, у меня все хорошо сделала. А на самом деле не душит, да, кожа закрепуется. А в другом боже. Это порядка кому-то. Я говорю, в какой ситуации меняет весь мануолог, что-то понимаете, да? Меня так вот. Я думаю, ты тоже... Так, много всего они мне дали. И как мы сейчас... С сожалению, в больницу получили взамен. Так, давай. Еще раз. Душите. А куда меня? Ну, ты как обычно, я просто... А видно, если... Не-не-не, ну, если поднимаешь, видно, а если не поднимаешь, не видно. Ну, я, наверное, тогда... Немножко сюда. Ага. Не надо, уходи именно... Вот, можешь начать спокойствие, уходи дальше, дальше, дальше. Но мне надо, чтобы у него было. Вина, да. Угу. Чувствую. А после чувства вины уходи в боль. То есть, не оставаться в больницу, не оставаться в больницу, а потом в больницу, и действительно сможешь, что-то лучше. Хорошо? Угу. Ну, постепенно все это делаем. Готовы? Да. Сейчас, секунду. Начали. И вот, оглядываясь на свою жизнь и вспоминаю всех девушек, которых я знал, невольно думаю, как много всего они мне дали. И как мало получили взамен, они ухаживали за мной, позаботились. А я отплатил черную неблагодарность. Да. И я считал, что неплохо устроился. Что у меня есть? Честно? Денег немного. Дорогие шмотки. Крутая тачка, хотя и не моя. И я холост и свободен, одинок. Я ни от кого не завишу, и никто не зависит от меня. Моя жизнь проста. Душеного спокойствия нет. А без него все теряет смысл. Тогда в чем здесь ответ? Я все время себя спрашиваю, в чем дело? Как найти любовь? Чего здесь ответ? Как вам, Ирина? Ну, знаешь, если бы ты еще сделал, где прошмотки, что у меня есть, вот с болью, как ты сейчас делал до этого, почти до слезы, было бы грандиозно. Ну, можно еще раз, потому что ты сделал все очень хорошо, ровно, и это можно взять, но вот кульминации, которые там прям в тексте есть, которые ты можешь сделать, как мне делать, я ее сейчас пропустила. Ты сделала на чувство, ты сделала на чувстве длины, осталась на чувстве длины, и не ушла. Угу. Изображать, чем не надо, так чем проще, тем лучше, понимаешь, ты лучше проще, лучше отпускай, да? Ну, если вот протянула, знаешь, в момент, знаешь, опять, вот, а что у меня есть, и в этот момент вот сразу почувствую вот одиночество, то есть перед тем, как вот начать говорить, там, деньги, шмотки, тачки, уже сейчас сразу финал. Вот в этой стороны ты ходишь, и вот говоришь, вот в этой, вот квартира, и ты один, я никого не знаю. Вот в этом, понимаешь, пошел, понимаешь, сразу пройдет, вспомнил чуть-чуть раньше, тогда текст будет лучше ложиться, понимаешь? Ну сразу сразу, понимаешь, что у меня есть, и сразу ни финала у меня нет, сразу пошла эмоция, боль, что до этого вины, да, это, 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 но вина, вот я говорю, оно еще и здесь блокирует ощущения, ну, в смысле, мы видим, что тебе нехорошо, ну, значит, ты обвинешь себя. Эмоционально, видите, не сопереживай от обычного человека, как обвинять себя просто, понимаешь, потому что от него не идет энергия, все закрыто, а когда пошла боль, вот, вот эта вот треть, что вы раскаяния, вот этих людей все хотят и спасать, и прощать, так же энергия от них пошла, энергия этой боли, понимаешь, все прошло. Ну, не закрывайся, иначе будет чуть-чуть странно, чуть-чуть играть, чуть-чуть, так вот, все. Спасибо.